всем доброе утро вот сейчас приходил врач вроде бы у нас есть улучшение пока температуры нету с утра не очень большая 37 2 пока держимся ночью горела правда было 39 вот такой нам завтрак принесли сосиски опять молочные продукты и сыр голландский масло творог сметана и брынза и каша овсяная покушать час чай папе и покушай позавтрак и будем играть хорошо это потихонечку кушаем аля тебе русланчик привет передает спасибо он говорит поправляйся алечка я говорит хочу тебя увидеть как чтобы мы опять играли купались отдыхали на море скоро малышка когда у тебя не будет когда у тебя него горишь ты опять ой свежетесь вроде систему только что нам поставили сейчас мама тебя градусник по мере только не был как минут 40 поставили правда мне сказали что надо измерить температуру упала линия то систему ставят вот сбивает смесью то нурофен мы даем вот так вот и дома я бы не смогла мне его вы написали дома ребенка самим подручными средствами о чем вы говорите подручными средствами можно когда вирусная грипп обычный до вирусное заболевание можно а у нее в таком состоянии осложнение это менингит стриптокока вы что я не я уже не стала ничего вам отвечать думаю ну каждый по своему этот судит я вот поэтому не хочу и сейчас мне не до этого спорить кому-то что-то отвечать давай солнышко мама градусник поставить тебе давай малышку мы и мама не волнуется написали ну как не волнуется я всю ночь на будильнике всю ночь не сплю сама контролирую температуру все время нельзя не надо вот подмышку ставим и все просто нет зайка не надо просто не всегда хочется показывать это свое состояние или переживать плакать или еще что-то делать я честно говоря другой по характеру человек я более холодная что ли да я реагирую эмоционально я внутри больше переживаю у меня такой характер всегда спортом занималась всегда считала что надо быть сильным духом не надо отчаиваться надо стараться себя в руки брать не распускать ну не не сидеть не да конечно иногда бывает такая ситуация когда ты не можешь держать слезы но я думаю сейчас не до этого мне надо быть сильной двое детей рядом еще и минут температуру периодически мерю чтобы он не заболел они как дети контактировали между собой поэтому постоянно мерьте температуру ну в общем вот такие дела спасибо всем большое я очень благодарна за добрые слова за поддержку за все что вы пишете почему снимаю потому что ноги может быть это полезно может быть у кого-то будет такая ситуация с ребенком сразу привезут надо обращаться доктору надо проверяться может быть кому-то будет интересно клиника все написали мне клиника платная нет клиника бесплатная для нас так как мы по страховки али по страховки лежит здесь у мужа страховка на работе а так клиника конечно платная до условия здесь очень хорошие я вам показывала вы мне даже написали как в отеле да действительно как в отеле тихая палата очень тихо на этаже правда и мин конечно разбавляет тишину криками и играми а так как свой туалет у нас шкафы здесь все чистенько аккуратно приходит утром и вечером убирают палату влажная уборка проводится питания слов нет очень хорошо кормит нас вы сами видите все свежее все хорошее вкусное детям старается более диетическую еду давать али например ими не балуйся солнышко имен замаялся конечно ну вот и ни на что мы не жалуемся очень хороший уход вот там кнопочка тут же если что-то я нажимаю тут же медсестра прибегает все контролирует в доктор к нам заходит часто тоже проверяет нас медсестры постоянно вокруг нас крутится да там есть фонарик правильно да зайка и анализы берут день два раза в общем контроль полный мы очень довольны и спокойно можем лежать в том плане что уход здесь очень хороший все много наговорила я конечно больше не буду стараться будем может быть не знаю может вообще не надо снимать я уже вот вижу что такие отзывы идут негативные по поводу того что снимает отдыхает снимаю потому что я снимаю каждый день из нашей жизни показываю а нас я же не все время снимаю как детки болеют вот сейчас такая ситуация поэтому снимаю такую ситуацию до этого была другая ситуация гуляли отдыхали показывала в город вот так вот спасибо конечно большое огромное спасибо за слова поддержки я аллечке все читаю и все что пишут улыбается она спасибо говорит на мое солнышко ну нельзя там же ртуть солнышко а вдруг сломается не надо малышка зачем тебе так же удобно да да я знаю я знаю малышка пришли нам все белье поменяли все чистенькое каждый день практически меняет белье мы собрали свое вот то что носили детки я сейчас переодела во все чистенькое и нам все сейчас постирают и через два часа все чистое принесут всю одежду очень удобно насчет сервиса и спросили жалобы какие-то по уходу по еде у вас есть могли нет мы всем довольны ну вот наконец-то обед детишки уже проголодались принесли нам дугу принесли нам плов сябзи мясо зеленью и еще вот такой овощной салатик перчик немножко курочки здесь я вижу укроп и огурчики такой свежий салатик и конечно же компот такой у нас вкусный обед сейчас будем кушать я знаю тебя нету аппетита но надо немножко покушать давай и салатик ты такой любишь да с перчиком даже любишь солнышко сейчас и внешне по рукам то что не слушаешь надо слушать когда мама говорит надо баба нету нет не бывает сейчас мало покрошит хлебушек тебе пошел и будет кормить тебя только вкус и здесь вообще еда очень вкусно очень вкусно приготовлено долго зелень так мелко порезана вкусно алечка очень вкусный свежий салат возьму себе на заметку его здесь болгарский перец укроп соленые огурчики и курочка ну как вкусненько видишь я тискала попробуй салатик ты любишь давай солнышко как только у али поднимается просыпается аппетит меня сразу поднимается настроение домой солнышко кушай за я кушай на здоровье мои малыши кушайте оба мама радуется когда вы кушаете мамочка я скучаю по богире увидишь скоро за чем больше будешь кушать хорошо доктор видишь что сказал надо много водички пить и главное кушать тогда отпустят нас быстрее домой организма восстановится конечно конечно мама поэтому тебя заставляет покушай покушай надо кушать все не говорить это не хочу то не хочу все понемножку покушать давай ешь салатик ешь салатик сначала съешь толку рис тоже очень вкусно приготовлено мне понравилось не успели мы еще покушать только даже еще не убрали еду да у нее температура поднялась сейчас и норофен дали опять 38 7 уже поднялась температурка тут же принесли сделали смесь врач сказал я сейчас вам кое-что говорит хорошее виду чтобы больше не поднималась и год сегодня уже третий день как вы принято нора третий день как принять антибиотик говорит и уже будет вам легче как надеюсь больше уже не будет подниматься потом еще принесли народное средство стаканчики с ромашку заварили нам и сказали ромашкой полоскать горлышко смотри смотри ромашкой полоскать горлышко мы прополоскали горлышко даже еще выпили смотрите смотрите мультики смотрят они прополоскали горлышко выпили полстакана ромашки и вот фу-фу-фу-фу уже как 4 часа температура не поднимается. Я как-то аж вздохнула. Думаю, мне тоже врач сказал, не переживайте. Вот сегодня вечером еще раз примет лекарства. И все. Думаю, что вы пойдете на поправку, потому что сделали анализ обширный утром. Посмотрели, сказали, ничего такого прям ужасающего нету. Но лечиться опять-таки нужен. Стационар был вам. Сейчас ждем ужин. Потом приедет бабуля наша, мамочка моя приедет к нам. Алька просила ноутбук, хочет смотреть мультики. Может еще, если будем в нормальном состоянии, немножко математикой позанимаемся. Пару примерчиков решим, да? Если будет у нас желание заставлять, не буду ребенка. Ну вот так. Вот такие у нас дела. настроение хорошее у меня, потому что, дай бог, пойдем на поправку. Верю и надеюсь, и желаю нам этого. Вот так все аппетитно выглядит. И еще кефирчик у нас. Алька молодец, все покушала наконец-то. Тарелочка пустая. И Мишка еще доедает. А Зули Ализаде, сегодня Зули Ализаде мне написала, ну конечно, выгодно быть в стационаре на халяву. Вы представляете? На халяву. Во-первых, Ализаде Зули, вам отвечу. Аля по страховке у нас, раз вас так это гнетет. И Мин, со мной мы оплачиваем отдельно. Из кармана муж сам захотел, чтобы настоял. Говорит, ребенком, ты должна быть рядом с ребенком. Тебе будет так спокойнее. И мне, и всем. Ребенка я не хотела одну больницу класть, оставлять. Ну и за Эмином есть причина на то, которой мама не может все время смотреть. За ним у нее тоже свои проблемы. И вообще мы остаемся здесь оплачивая за каждый день. И если такая, это вы называете халявой, то извините, конечно, когда болеет ребенок, и ты в таком состоянии, то о какой халяве вообще может быть речь? Как вам просто не стыда? Мне стало, честно говоря, не по себе. Дай Бог всем здоровья, чтобы, дай Бог, детки не болели наши, не сталкивались с напастями, с болезнями. Не дай Бог летом лежать с детьми в больнице, когда погода на улице хорошая и каникулы школьные, желаю просто всем детишкам здоровья и вам спасибо, кто оставляет добрые слова, пишет комментарии хорошие. Мы все читаем, я радуюсь, мне приятно очень. Спасибо вам за поддержку. Альки читаю. Ну все, на этом буду закругляться. Надеюсь, нас выпишут в ближайшее время.